Зимой проехать по акватории Аким можно только на вездеходном судне, поэтому и пользуются сотрудники МЧС Хивусом, амфибией особой конструкции. Скорость до 100 км в час, а с экономным расходом топлива можно доехать до Московской области. Маршрут, конечно, скромнее. Сейчас ездим на массовые скопления рыбаков, выход людей на лед, где больше всего организован ежедневное патрулирование на нас. Ждать долго не пришлось, пару минут пути и вот они любители зимней рыбалки. Правда, завидев судно-амфибию, мужчины спешно засобирались. Примечательно здесь то, что штрафы бы рыбакам никто не выписал. Рейд носит все же профилактический характер. Мужчинам бы рассказали об опасности выхода на тонкий лед, сказали о важности самоспасателя и дали памятку. Но вместо этого инспекторы увидели только спины уходящих рыбаков. А вот снасти удильщики оставили. Значит, скоро вернутся. Место для рыбалки мужчины, кстати, выбрали безопасное. Толщина льда хорошая. Мы крайне нашли, зацепили. Сейчас мы говорим о том, что у нас получается по линейке порядка полметра. Но если брать и учитывать еще снежный покров, который будет составлять порядка 15-20 сантиметров, то от 20-25 сантиметров чистого льда, говори смело, что позволяет сейчас безопасно достаточно сходить на водные объекты. Это толщина льда конкретно этого залива. Чем ближе к самой оке, тем тоньше лед. Об этом рыбакам следует помнить. Правда, сказать это сейчас некому. Отправляемся на следующий участок. Судно может ездить как по льду, так и по воде. Амфибия есть амфибия. Педали, как на автомобиле, правда, здесь это не газ и тормоз, а спуск воздушной подушки. Управлять судном, кстати, сложнее, чем автомобилем. Но приловчиться можно, говорит инспектор. Те, кто ездит по рязанским дорогам, но не на водительском месте, пассажир от такого судна вряд ли поймут. Ход у него гораздо плавнее, да и на кочках не подбрасывает, а вот на поворотах заносит немножко сильнее. На первый взгляд рейд прошел безрезультатно. Ни с кем из рыбаков поговорить по душам инспекторам так и не получилось. Правда, сами сотрудники МЧС говорят, что любители подводной ловли просто испугались камеры. Мы же считаем, что пассажиров Хивуса приняли за сотрудников совсем другого ведомства. Следующий рейд пройдет уже без камер, и тогда у инспекторов, наверное, будет больше шансов разумить отчаянных рыбаков. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».